Подарок номер два. Это я вот описываю такие вот большие подарки, которые я... Это как бы третья часть про ту сказку, да, вот, что дарит царевна лягушка. То, что я считаю, то, что я вот преподнесла от собственного сердца, а не по обязательству. Я не считаю, что я это обязана, я считаю... Я считаю, что я обязана своему ребёнку в первую очередь. Так вот, какой подарок я организовала своей сестре-папе свадебной? Что я придумала? Она у меня девочка, вот у неё там астма, это вот, очень девочка нежная, красивая, всё, и, знаете, вот ей легче дышится. Может быть, я вот и более-менее, знаете, как-то не стала астматичкой, вот, потому что в Одессе выросла, очень много на море гуляла. И всё время меня вот тянуло гулять на трассе здоровья, вот гулять, гулять. И я боялась ходить одна, потому что очень много плохих дядек было, очень много. И вот я ходила по всем подружкам, кто со мной пойдёт гулять? Больше всего Марина со мной ходила гулять, больше всего. Вот, как-то получилось. Поэтому я готова была и там, и помогать, и убирать. Марине я никогда не помогала убирать, я имею в виду другим девочкам или там, вот. Лишь бы там мы пошли, просто погуляли, воздухом подышали. Так вот, я придумала православному Господу, ну, если моя голова, и я себя называю православной, значит, вся слава православному Господу. Я придумала одну ночь в самом шикарной гостинице. В общем, это был творческий процесс, потому что сетричка живёт в Киеве. Я пересмотрела на букинге все эти вот, все самые лучшие, все гостиницы, все пересмотрела. Но там ещё такие вот, у неё аллергия на пыль, а в 99% гостиницы на полу ковры. Вот здесь в Америке вообще все ковры, просто в гостиницах ковры, чтобы приглушать вот это вот хождение, так сказать, прыгание детей, хождение людей. Вот оно приглашает звуки. Но тогда человек просто, у него начинаются аллергии и так далее. То есть я просматривала все фотографии и единственное нашла, там, кажется, какой-то президентский люкс, в общем-то, вот. И вообще в центре Киева, возле Андреевского спуска, в общем, всё просто было идеально. И я подбросила, говорю, слушай, хочешь я вот такой вот, вот это вот, там часть вот подарка, это не весь был подарок, а вот там часть, вот такая вот будет, хочешь, и такую ночь. И, знаете, неважно, неважно, что это может быть, будет всего лишь один раз в жизни, оно запомнится. Я по себе, я никогда не была в таких вот номерах в гостиницах. У меня максимальные, которые вот я, это в Бостоне вот была, заплатила за номер 230 долларов, да. Да, кажется, я встала целое видео, я не хочу врать, вот, нашла, потому что там вообще в Бостоне один день где-то там в центре, а самая обычная гостиница, и там по 400, по 500 долларов. В общем, я нашла за два дня, кажется, 500 или 400, не помню. В общем, я не буду врать, в таком плане, что я не была, но не в этом дело. Вообще не в этом дело, потому что, потому что я даже не додумалась для своей свадьбы, чтобы что-то такое сделать особенного, серьезно. У меня было все просто, и тоже было прекрасно, тоже прекрасно. Но если бы вот я додумалась за такой идеей, тоже было бы шикарно, вот серьезно, я тоже могла бы что-то такое вот придумать. Но вот именно когда я стала православной, мне такая вот идея пришла. В общем, о выборе той гостиницы, теперь возьмем из моих детей Артуру. Я решила, я подумала, говорю, слушай, Артур, ты у меня вот вторая свадьба, да, вот такого ближайшего человека. В общем, если сестричке я сделала одну ночь, вам с Валюшей я хочу сделать две ночи. И я пересмотрела там все гостиницы и выбрала, остановилась на Немо и Лондонская. Я говорю, смотри, дети, здесь вот там, кажется, по 200 долларов в ночь, 200-250, в общем, такое. Я говорю, я вам две ночи сделаю. Одну, чтобы вы в одной гостинице были, там в другой. Артурчик мне говорит, мама, зачем вот одну ночь в таком вот шикарном, ну, провести, допустим, а потом вот обратно вернуться, так сказать, в каждодневную. Я говорю, ну и что, я говорю, разве в этом дело, зато у тебя эта ночь вот именно останется в памяти, вот как день рождения, вот эта память именно. И знаете, дети меня услышали, потому что у нас с ними был, все подарки, это был просто творческий процесс. Именно творческий процесс. Оно мне вообще не свалилось с неба, вообще, неважно там. Знаете, люди думают, что если США и все, это все так легко, о чем вы говорите? Если бы я, знаете, на Украине у меня очень много знакомых, которые, значит, имеют людей, которые просто приходят, готовят и убирают, я бы тоже себе могла это сделать. Я убираю все своими руками, готовлю и стираю и так далее. И вообще, и в кофе, во-первых, мы вообще не принимаем алкоголя, вообще, мы не пьем, не курим, вообще, вообще, вообще. То есть, если люди перестали бы пить, курить, то вы представляете, сколько бы у них денег сэкономилось на полном серьезе. Вот, я абсолютно не шучу. И говорю за тот подарок, мои дети обсудили, я говорю, дети, я не хочу превышать, я не хочу давить, вы сами решите. А может, вы как-то по-другому хотите, вот, ну вот это. В общем, они посоветовались и говорят, мам, давай мы сделаем так, мы Немо оставим, а вот второй вместо лондонской мы нашли квартирку, и мы эти деньги, значит, целый месяц проживем в той квартирке. Мои дети, представляете, какие вы талантливые? Я вам говорю, вот вы видите, что такое творческий процесс? А было удивительно. У меня, конечно, ушло много времени, вот, серьезно, много времени, пока я просматривала это, вот, и все эти, вот, и какие гостиницы лучше, и то, и сё, и чтобы то было включено. Это было включено. И номер был, вот, просто, там, всё было, всё было изумительно, всё было удивительно. И вот так вот, вот такое вот я придумала. Вот моя голова православная, я такое придумала. И это было, мне кажется, удивительно, потому что не просто вот две ночи, а дети придумали, как одну ночь, и вот потом ещё целый месяц, вот, придумать одну ночь в Немо, а вот из той второй ночи просто в Лондонскую придумать, как вот целую квартирку, жить отдельно, хотя на Осипово это их квартира была. То есть, смотрите, вместо того, чтобы выслушивать претензии моей мамы и этого брата биологического, про квартиру, которого они никаким вот боком вообще не имеют, никогда никакими не были, я могла бы или собрать вот за все эти годы 30 тысяч долларов, которые дать вот своему ребёнку в этот вот как бы в приданное, или, допустим, себе ежемесячно иметь какого-то человека, который мне приходит и просто убирает квартиру, и вместо того, чтобы мне не иметь вот этих каждодневных, потому что все унитазы на мне, я вам говорю, всё это моется на мне, и у меня никто не приходит и не моет. Вот, и детей я тоже не собираюсь напрягать. Так вот, это не жалоба, а объяснение, что всегда есть выбор. Например, я выслушивала, значит, претензии, что мои подарки это подачки, но человек вообще забывал, что я могла просто взять, поменять замки, сказать, ребята, извините, у вас уже собралось 20 тысяч долларов на мороз, вот серьёзно. Как хотите, там и устраивайте, хватит оскорблять мою квартиру, я знаю, сколько она стоит, я знаю каждую копейку, куда я вложила, и одна только дверь, которая там входная, стоит из моего кошелька 600 долларов, 600, и каждый счётчик там поставлен мною, не вами, а мною. Каждая вещь, что там куплена, это мною. Поэтому, знаете что, я вас призываю, цените своё, и различайте, где кабачки, а где реально подарки, которые царские. Вот, вау, здорово. Вот так вот. Всем пока, на пока.